Здравствуйте! Морозы для всех сейчас самая актуальная тема. Правоохранители и силовики уделяют много внимания тому, чтобы минимизировать последствия ЧП из-за низких температур. К примеру, госавтоинспекция края работает в усиленном режиме. Инспекторы постоянно патрулируют загородные трассы, чтобы быстро прийти на помощь в случае поломки автомобиля или ДТП. В режиме повышенной готовности находятся и сотрудники МЧС. По их данным, наиболее тяжелые случаи обморожения людей происходят именно за пределами населенных пунктов. Поэтому, собираясь в дорогу, стоит тепло одеваться и взять с собой необходимый набор средств спасения. В краевой клинической больнице умер мужчина, пострадавший в аварии на Яровской ТЭЦ. 33-летний Станислав Наумов от разрыва трубы с горячей водой на ТЭЦ Ярового попал под струю кипятка и получил около 80% ожогов тела. Сначала ему помощь оказывали в Яровской медсанчасти, а позже перевезли в краевой центр. Около недели врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. Напомним, что по факту аварии на Яровской ТЭЦ, Следственный комитет возбудил уголовное дело нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Жительницу Барнаула суд приговорил к реальному лишению свободы за многократную фиктивную регистрацию иностранцев. По миграционному законодательству граждане других государств, прибывшие в Россию, должны регистрироваться по месту своего проживания. А 41-летняя дама на бумаге превратила свой дом в резиновый. В 2017 году она прописала 93 иностранца. Конечно, жили они в другом месте, заплатив доброй женщине за услуги. Оказалось, ее уже наказывали за подобное. Сначала ограничением свободы, потом условным сроком. Вероятно, предприимчивой даме это показалось пустяком, и она продолжила незаконную деятельность. Сейчас ее приговорили к 8 месяцам колонии-поселения. Двое ее несовершеннолетних детей переданы социальным службам. На сегодня все. До свидания.